по позволениям без камеры поэтому так продолжим продолжим это седьмая часть прохождения метро после длительной паузы вот 6 очень рекомендую же часть попался в лаву смотреть вот странные люди напоминают детей переростков заигравшихся в казаков раз у них и разговоры такие же видимо они были застигнуты войной в местном детском лагере но выжили несмотря на нападение бандитов и мутантов не разгони гигантский медведь мне похоже пришлось бы не сладко и медведи мы этого тоже видели они там нормально понастроили всего и организации какая-никакая есть загружаемся я еще подумал о том что если реально такое изолированное изолированное сообщество которое остается пионерском лагере то у них должна вообще кукушка поехать относительно ленина то есть у них есть единственное такой идол не идол который стоит посреди там показывает и всякие плакаты которые они читают многократные книги соответствующие библиотеки где мы тоже были странно что они фанатиками не стали ну потому что ввиду ограниченности в плане доступа к информации они должны были затирать до дыр просто все все вот эти вот и короткие сообщения и книги соответствующие да ладно сохранение не прошло ладно я помню куда здесь идти был открыт канал думаю голос откуда-то стримчанский подкатил да да вот так работает так мне в пещерку нужно но придется пройти через лагерь а там выполнить стелс змеюка еще уползает здесь еще арбалет раз был с парой модов который по идее то можно сразу и поставить я слышу что змея тут так нет не интересует этот вот мод а пятый тоже нет к сам сам соло с 5 не знаю если честно что а вот шестой конечно я локально если что перезалью она мне есть собственно я в начале каждой трансляции учитывая то что youtube может короче самая надежная это локальная запись уже проверено временем вот поэтому как бы стабильного система не работала все равно лучше поражать эту кнопочку локальной записи тем более тем более можно послушать еще диалоги чат не видел вчера всего стриме 6 слабо простался это и другое в общем то то есть было было и так и так так а что я вроде щас мод нашел какой-то да новый вот тяжелый приклад раз учитель перед смертью говорил нельзя убивать всех подряд на сначала судить надо вот все-таки учитель я прослышал прошлый раз этот момент учитель все-таки все гуф вот пиши пионерская штука фух а пятая и шестой нет все тогда разобрались отлично то пятую часть было бы сложнее найти чем шестую потому что пятая часть была вообще в середине с прошлого месяца и ну я конечно локальные записи не удаляют достаточно длительное время пока там место на диске не закончится но обычно там полгода лежит каждая запись где-то гигабайт 15-20 зависимости от длительности я одного не понимаю за что игра-то хитит пионеров смысле почему хитит с чего-то вязал что хитит кратко основные моменты шестой мыши описать легко значит мы для того чтобы выбраться из пустыни нам нужно было горючее вода собственно две цистерны которые мы у барона собственно угнали барон тот самый который постоянно вещал по радио а с ним можно было договориться но тогда бы мы сдали гюль вот мы случайно на самом деле я не стал пить чай и соответственно пошел пошел второй вариант сценария так скажем вот и началось начался замес все сказали что то то есть кто-то сказал в чатике что это типа хорошее завершение главы потому что мы никого не не потеряли простите черт одного все таки пришлось убить косяк да он развернулся просто и все вот после этого мы из каспия ливнули во время путешествия оно было достаточно длительным потому что от каспия до того места где мы сейчас я не знаю сейчас где мы находимся но тем не менее говорили уж порядка там двух тысяч километров то есть мы полу двое суток наверное ездили ехали успела ли жениться в поезде степан кажется его зовут да ну вот на помните девчонку мы спасли с мамой или с собой взяли и он изначально подкатывал к ним более там медведь впереди вот отлично провели время со своей благоверной но выяснилось что у нее что-то с легкими она начала кашлять кровью и заикнулись о каком-то экспериментальном лекарстве в общем будут ее ну подозревали сначала что это из-за песков из-за воздуха и что на здесь вот в месте куда мы приехали воздух хороший может быть сама пройдет ну и женщина не помню как это же зовут над которой собственно вышла замуж она понаблюдает короче за ней в поезде отлично время провели так-то потому что были душевные песни посиделочки очень все красиво вот и приехали случилось вынуждено на остановке потому что мы ехали по железной дороге которая шла вдоль вдоль склона горного и в определенном месте там совсем видимо все прохудилось и короче мы упали в воду нас оттуда как раз и выловили выловила вожатая Оля то есть то что она Оля мы узнали конечно позже и лично с ней после этого не виделись но они многочисленные пионеры заявляли в двух словах и рассказываю содержание шестой части так ну и вот собственно мы оказались в неком пионерском лагере солнечный а который конечно меня очень поразил блин то кто кто застрелился и спрыгнул потому что потому что ну это пионерский лагерь дети 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 оказались отрезаны от цивилизации у них осталась только вожатая собственно Оля и некий учитель которого не часто цитируют и вот всякими дневниками записками мы смятая записка ребята я на нижнем хуторе бандитов человек 30 веду их от дороги продержись еще полчаса нога сильно кровит малька отправляю записка он молодец не трус удачи серый вот и пионерам тут конечно тяжело было жить они с одной стороны все там понастроили держались дружненько но 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 бандиты мутанты им сейчас приходится все чаще делать моральный выбор то есть они там стреляли в людей убивали судили вот я вижу его так у нас новая точка на карте это бандитский лагерь блин плохо я не знаю тут постался не постался а да блин там их дофига о ладно пока постался друзья пока постался пленные мне их не освободить к сожалению смотрите ножик ножик в ноги он сидел в этот умирал просто так можем конечно а вон еще вижу человеком вот учителя экзамены так короче это бандюганы не пионеры поэтому можно резать впереди три человека болен чем не делать я постараюсь избежать кровопролития ненужного конечно если избегать то лутать нечего будет ну поставился че успели поднять тревогу да у него шанка бронированная видимо ну кажется его не слышали вообще слышали значит кто-то за этим домом или внутри или миша это что такое мцк а где билетерша лет я я пока не понял я не понял пока шутки болея на час палит гг гг остался не получится видим хотя не как-то медленно медленно они агрятся на самом деле впереди было минимум трое один слева был так ничего выходим отсюда народу о прямо здесь идет ой там спалили блин нет гг все короче там кавера не хватает чтобы попробую попробую обойти их нафиг не хочется опа это что такое болен от уже стрельба да что ж вы делаете то ероды так ладно стреляет стреляет причем понимать к а мне сюда вообще интересно похоже что да чем реально стреляли а вижу вижу по крайней мере перебивая все говорит энтмен говорит добрый день михаил челленджи на прохождение старых игр принимаете да нет нет лучше просто предлагает то есть я в могу игру пройти без без чалленджа без чалленджа если она ну она мне приглянется или я в ней например когда-то играл когда-то раньше играл можно перепройти поэтому так можно попробовать с этой позиции осмотреться какая-то дорога внизу церквушка на горе ладно к черту бандитов потому что реально на них еще на них еще тратить время тем более на таком уровне сложности любой рандомный выстрел тебе тебе может снести голову вне зависимости от того какое оружие там сам даже дробовики работают так что могут ушатать нам на расстоянии метров сто пятьдесят двести а вот и по гост красивое место цветовая гамма конечно графика в игре это прям очень радует глаз жутковато местами наверняка еще можно посмотреть почитать хотя нет на на могильных камнях ничего не написано а помните в том же самом фоллауте втором кажется или первым даже был квест связанный с лопатой могилками призраком и каждый камень был подписан ты читал нужно понять какую могилу копать амгрут я нет не узнал об учителе я знаю только что учитель умер ну по словам по крайней мере по тем разговорам которые я слышал но учитывая то что это такой персонаж очень знаковый мне бы хотелось бы либо еще сигналов от него ну каких-то заметок или дневника почитать что-нибудь либо вообще его с ним с ним пообщаться потому что любопытный любопытный персонаж он на многое мог бы открыть глаза друзья мне нужно отлучиться на две минутки это плановый звонок прошу прощения не скучайте я скоро вернусь спасибо за понимание пообщайтесь в это в чатике узнаете кто откуда вот давайте отлично 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 так калининград так севастополь области хорошо хорошо видите уже уже интересно уже интересно всем добрый день друзья чувствую место это обжитое это и флаг правда белый развивается но ясно что это такое а вот так ой миша тоже тоже миша да как сказала милу блин босс что ли босс и вертолет а вот так дожди неплохо о гг что-то он чарджится по голове наверно работать чик чик блин и ну тактика против босса конечно не самое ох вставай тряпка колись наркоман через на дерево он сносит и кажется он все сносит вообще болен да сколько можно жить-то друг нормально подачи словил ой ты ё-моё может быть что он не не убивает насколько это реально отличный паркор михаил мы все рады бей по ногам да я не хочу шкуру портит просто у него пытаюсь да ему вроде нормально то есть он да блин короче проблема в том что заряжаться заряжаться во время того как ты бежишь не очень что меренно бежишь тогда ой ё-моё а сколько еще скажите пожалуйста чик чик блин мне кажется ему что слону дробина вообще уйти нет скорее всего игра тебя скажет михаил никуда ты не уйдешь а уху даже да вот мы и убежали кажись ладно хорошо очень странный босс впечатление что ему плевать возможно возможно сейчас часик покрупнее сделано спалере чем его можно бить но он огнем конечно бахайте я помню вот на мне этих болтов огненных все парочка ножами можно в него покидать да попробуем огнем вообще ему плевать так а что мне по а у меня нет ножей не у меня должны быть ножи алё вон они надо я кинул его а это не ножи я банками скидал ребят все нормально да чик чик а можно поменять все таки тип патрона пожалуйста спасибо просто исходя из того что у меня на данный момент может быть незначительное количество патронов мне предположение что то нет 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 вставая тряпка ты чего может сделать так чтобы он про чаржился куда-то веревки залезть наверх говорит интересный спойлер да действительно по веревке наверх не просил помощи проспойлерили ведь как интересная стала играть так бы побегал еще пострелял бы по нему так вижу генератор вижу какой-то рубильник а у меня принцип простой вижу рубильник рублю рублю что там OK уровень топлива нам предлагают найти канистру о Мама можно включить мафончик Блин с серьезную нельзя Туда не пройти, типа, ну это ж явно магнитофон Ой, верстачок, да ладно Так, короче Мы поменять оружие не можем Но можем хорошенечко вычистить его Тогда возрастет точность, возрастет урон Это как бы первое, что стоит сделать Вычищаем арбалет Так, что касается Опачки Разрывные арбалетные болты По штучке делать, да вы что? Я не это самое Арбалетные болты с разрывным наконечником при попадании в цель наносят серьезные повреждения Но нивелирует преимущество арбалетов скрытности Других патронов много Этот с прикладом у нас Оптика из X4 барабан лучше не взять Ставлю пока я ночной Аптечка, если что, скрафтить можно где-нибудь в другом месте Итак, нам нужно топливо Правильно, правильно Двери отсюда откроются Откроются О, дитя леса Ты же Оля Да Кстати, интересно Ля какая Это не ты сейчас хозяину леса трепку задал Я, конечно Хе, конечно Вот это я Ой Сволочь Прости, учитель Твой друг Леша уже на дамбе Сказал, командир ваш ждать не будет Так что времени у тебя немного Прости, проводить не смогу Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд Но из меня они созывать совет не имели права В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги Да погоди Отлично Итак Смотрите, как здесь хорошо Да дамбы можно добраться только на лодке Так А они все в лагере на болоте У пиратов Ясненько Они, понятно, делиться не захотят Но это не повод стрелять Угу Кровь никому не нужна Так что просто не попадайся им на глаза Понял Иди по дороге до завала Спускайся к болоту и ищи пристань Там и мы с Алешей лодку одолжили Прости, учитель Но остались еще, так что разберешься Ну, чужак Удачи Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла Леша, привет А я тут еще побуду Надо за могилой учителя приглядеть О, миф Ну, я, правда, в первый играл Солблинг Блинг Блинг Дистрибутив Все время на целом надо предоставить Энтмен Я первый миф хорошо помню Блин А я задумалась тут О чем ты задумалась Как хозяин тут по соседству шататься начал Наши редко ходить стали Хотя все равно не забывают, конечно Учитель ведь вырастил всех В лесу жить научу Без него Нас давно бы уже Вот девочки каждый день Считай и бегали Да и ребята Пробираются до сих пор Даже Ромыч наведывается А ведь это из-за него Учитель тогда ушел М-м-м Мы всем отрядом В поход по реке пошли Вот В лагере только дежурные оставались Вернулись А там бандиты побывали Как вспомню Комок в горле Даже рассказать не могу В общем Мы с младшей группой Как выплакались Смотрим Учитель могилы роет А Ромыча с остальными Старшими мальчишками И след простыл Ну Мы учители помогли Зарыли наших Уже стемнело Приходят И садятся у костра Ромыч в крови Весь Одни глаза Да зубы видно Долго молча сидели Потом начали Рассказывать А что? Так Не сбились ни разу Так Бандиты Прятаться и не думали Ясно Подождали Пока те напьются И из луков их А подранков Ромыч ножом Как оленей Правильно Че 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 Уже поговорили? Слушал Слушал Я смотрю У него Подбородок дрожит Как сейчас помню Так и не сказал Ничего Да они Сами все поняли Слушай Поехали с нами А утром ушел Сюда В церковь Сначала вообще Ни с кем не разговаривал Но мы с девчонками Все равно его навещали То малиной принесем То совета Какого спросить Это надолго Ты не против Я присяду здесь? Не обращай мне внимания Ясно Как на мачтах А как-то поймали Десяток живьем И всем мальчишкам Испытание придумали Убивать этих Да Из наших никто не стал А они их трусами обозвали Мы это читали И самым разведку брать перестали Так в общем пионеры и появились Это сейчас как-то успокоились все Совещаются Хоть обсуждают что-то А тогда От имени учителя Только мы с Людой Получается На совете Достопить ей могли Ты продолжай Продолжай В конце концов Люда с несколькими парнями Собрались и ушли Интересно Как они там Нашли лучшую жизнь Я до сих пор радио слушаю Надеюсь Что выйдут на связь Сто лет не курил конечно И учитель надеялся Но на долго его не хватило Ушли они в июле А в сентябре он застрелился Только тогда до Ромыча дошло похоже Успокоился немного Часть старших пионерам перешла Главное ведь Всем вместе держаться Вот Ну а меня теперь на советах слушают Я ведь если что И по шее могу Да ты много чем можешь Я ближе И не потому что девочек бить нельзя В честном бою Не в счет Только в честном бою Я одному Ромычу И проиграла И то он неделю С заплывшим глазом ходил Ха Так что и он меня уважает Они все тебя уважают Я больше всего С адмиралом ругалась Он и пилатов Главное после Ромыча было Из лесопилки уходить Ни в какую не хотел Мол если уйти И твари все Долину сожрут Но радиация все время росла Ромыч сам дозиметром проверял Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми Адмирала разгромили И пришлось пиратам Новый форт у берега строить Там пока жить можно Ну а адмирал не стерпел И со своими Самыми отмороженными Подручными На лесопилке остался Так они там и пропали С радиацией шутки плохи Не зря учитель предупреждал Ну и теперь без адмирала На совете против меня И рыпнуться Получается некому Всех сдала просто Что я их сегодня успокою Не волнуйся А ты знаешь еще как меня зовут? Сейчас только с мыслями Собраться надо Не люблю я говорильню Угу Я погляжу да А ты если хочешь Дневник учителя послушай Ага Он записывал понемногу Не люблю Говорит Говорильню Да Пять минут И я уже слушаю Заткнуть не можем Ты все? Просто были уже Эти мхатовские паузы Не похоже На этот раз все Сейчас Докурю Погоди Ну Это было неплохо Так Ну что Все рассказал им Послушаем учителям Радио молчит Моя последняя надежда Дать им позитивную цель Вывести из этого лесного тупика Оказалось Миражом Где же я ошибся Как замечательные дети Талантливые Инициативные Смелые Честные Дружные Стремящиеся к справедливости Превратились В чудовищ Конечно Я не Макаренко Но я сделал все Что от меня зависело И даже больше Вложил в них всю свою душу Всю жизнь И чего же я добился Создал общество Мизантропов Уважающих только силу И по жестокости Не уступающих Отъявленным Бандитам Да Некоторые из них Остались прежними Не поддались Этой скверне И в конце концов Ушли И я отдал им Все запасы Горючего Но как же их мало Большинство Изменилось Неужели в мире Превратившем даже Безобидных животных В порождение Ночных кошмаров У человечества Нет будущего На что же нам Остается надеяться Стоит ли вообще Мучиться дальше Да Ну а ничего На этом заседании Совета Я им напомню Что учитель В конце думал Эм Ничего Я им задам Так, ничего Что я тут По столу Похожу Учитель нас что Для того спасал Чтобы мы на кого попало Нападали Защищаться Одно дело Но нападать Никуда не денутся Успокоиться Так, давайте местность Разведаем В конце концов Мальчишки Что с них взять Там говорили про лесопилку Вот здесь мы начинали Помните Вот здесь обвал Произошел И наш вагончик Со всеми пожитками Ко дну Вот И дальше По дороге Путь заказан Там железнодорога Вообще никакая Вообще никакая Я сейчас Метки на карте Пораставляю Пораставлю Да Так и сделаю В общем Ну почему-то Фокус не идет На другие места Вот здесь только Щелка есть Пораставляю Запись Послушал Учитель? Да, послушал А ты послушал? Я вот послушал Так, короче Мне нужно Нужно горючее Нужно горючее Возможно Покрафтить Все-таки Болтов Болтов Тих Зажигательных Вообще Назад Нойзман Говорит Привет, Майкер Как тебе графика В игре? Очень хорошая Очень хорошая Графика Мне нравится То есть Дело не только В В графоне А именно В том, что Локации Красивые С точки зрения Дизайна Ну и именно Визуально Цветовая гамма Приятная Так, а может Мне отсюда Нет, отсюда Мне не спрыгнуть Слушай, ты не подскажешь Куда идти Вообще? Подруга Не, может Мне и сюда Она говорила На лодке Только Ну я сейчас умру Ай, бывает Бывает Там лестница была Да, скорее всего Пропустил Что-то Объективная Графика в игре Хороша только В плане Антуража Персонажи Их волос Просто ужас Окей Ужас Их волосы А, вот и лестница, кстати В такой светлый день Комната с тремя окнами Не может быть темной Графика Скорее всего Это эффект От того, что Когда находишься В таком В таком месте То Тебя типа Слепит свет Который вокруг И пока глаза Не привыкнут Тебе будет казаться Что внутри темно Но вот Все-таки спустились С горем пополам И помним Про наводку На лодочку Блин, и сюда можно И туда можно Там лагерь Там кто-то есть Он стоят уже Прибор Опа Какой-то баркасик Смотрите-ка А в ту сторону Что? Антон Ну Я соглашусь Пожалуйста С тобой Здесь тоже Спуски есть Внизу еще Этот Заяц Я не знаю На самом деле Куда мне Можно было Воспользоваться Картой А, вот он Лагерь Понял Ну тогда мне По правой части Ой, налево Короче По этому берегу Бежать Значит, знаешь Есть прохождение Метро Бессмерти При падении Балабника Да, ну С ног Сбивают Просто Заяц Так Блин, впереди Похоже То ли Баррикада Такая То ли Просто Обвал Случился Что это Такое А, это Тени От демонов Но звук Такой Как будто Нас Сейчас Будут Бить Блин, вот Чего я прибор Начну Видеть Это Не снял С этого Был Пригодится На этом Нормальная Оптика На том Ненормальная Мне же сюда Правильно Да, мне вообще Вот куда-то Вот туда Вот Но Но учитывая то, что Наш герой Не плавает А, можно Пройти через Попробуем Раз уж Меня это сюда Посылает Давайте попробуем Пройти Чуть не вброд Я никого Не вижу На этом Что 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 Они там Стримчики Что-ли Смотрят Мест Мест Блин Короче Где они Хрен его знает Кажется Одного здесь Увидел Немножечко Да, конечно Все Надо собираться Ага Блин Причем Я подхожу Никого Не вижу Вообще Как Меня там Да Я сейчас Кстати Мод могу Поменять Выводи Сейчас С гг На С гг На Ютуб Так Гораздо Интереснее Смотреть А, имеется Что Чат Был На Трансляции Я Понял Я Понял Я Понял Я Понял Ну Сейчас Поменять Не то Чтобы Не смогу Но Быстро Не получится Это Сделать Могу Порекомендовать Чатик В отдельном Окне Открыть Ну Естественно Лучше На Гг Смотреть Естественно Так Давай К оптику Поставим Все Так Так Не Ночное Видение А Так Оптику Блин Я не вижу Там Никого Они Есть Может Быть Имеет Смысл Все Обойти Этот Мне Кажется Что Скорее 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 Всего Да Будет Какой Ступик И Меня Буквально Заставят Хотя Тут Лесен Гонит Смотрите Можно Можно Спуститься Это я Присел А Вон Они Где Так А Сколько У меня Болтов 30 Штук Изи Просто Изи Они Были Выше На втором Типа Ярусе Я их Снизу Не Увидел Сразу Нормальные Герои Всегда Идут В обход Тут Ситуация Такая Что Прятаться Там Негде Если Ты Идешь Прям Прям По Центру Балки Вы Видели С одной Стороны С другой Простреливаются И ты Как Дурак Мнешься Так Так Еще Метку На Карте Поставили Лагерь В принципе Даже Можно Обойти То Не Обязательно На Него Лезть Подземный Переход Смотрите Как Установлен Переход Типа Подземный А тут Мостик Перекинут Показалось Не Показалось Что Видит Что Видит Видит Там Еще Ближе Блин Я Постелс Ребята Алло Как Вы Могли Я Из Арбалета Стреляю Как Вы Как Вы Как Вы Как Они Меня Увидели Вообще Я Стою Там 50 Метрах В Кустах Ладно Не В Кустах Я Стоял На Скале Красиво Именно У меня Солнечные Лучи Падали Я Из Арбалета Из Оптики Которая Наверное Налево Направо Блики Дает Ладно Давайте Попробуем Еще разок Все Еще Бутин Неладен Прибор Ночного Видения Но Я Сейчас Постараюсь Вообще Не Лезть Наражен Не Убивая Михаила Нижний Злый Это Кажется Бандюганы Не Пионеры Хотя Вот По крайней мере Здесь есть Четыре Группировки Ну Понятное Дело Мутанты Их Не считаем Бандиты Пионеры Которые Ну Которые Собственно Пионерами Названы Потому что Типа Хорошие Не стреляли Когда надо Было И Повзрослевшие Тоже Пионеры Из Детского Лагеря Но это не бандит Насколько я понял Именно так Блин А близко ведь Как мне в них-то Прискочить Змея Чего Принесла Ничего А кого Слышишь Чужак Пионера Поймали Угу Ну А чего Он Сбежал Ну И что Никуда Не Дену Ну А Второй Сколько Не ловит Уходит Так Да Блин Задрал Это Змея Как мне пройти То Класс Ну Короче Приехали Остался Очередной Раз Закончился Блин Опять Змея Да Что же Вы Делаете Змеи Против База Пиратов Без Убийств Ай Ну Кажись Все На леснике То Меня Снимут Ай Снег Интересный Челлендж Тебе Очень Интересный Челлендж Ай Твои Блин Ладно Потому что место Интересное Его проклинали Все Короче По стелсу Да без Убийств Пройти Без Без Убийств Блин Какой же Крутой ГГ стал Ты про Что конкретно Расскажи Тебе Челленджи Зашли Блин А я уже Здесь Опять Опять С этим С прибором Ночного Видения Что Тебе Конкретно Порадовало Или ГГ Это Главный Герой Короче По воде Мне путь Заказан А мне Типа Прямо Нужно Сейчас Как же Мне Это Змея Бесит А он Чего А ты Чего Лодка Да так Можно Монси Миша Нет Ядрить Вы Бестолочи А Нет Я вижу Тебя Я вижу Тварь Дай Выйти Выходи Выходи Прижал Сейчас Тебя Прижму Блин Я почти На месте Ну ясно Сейчас Давай Поплаваем О Так Короче Я попробую Мне Вроде бы В их сторону Туда Ползти Как-то Да Ты Знал Где Выплывать Да Значит Да Как Ты Старший Ни Видно О Ой 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 Вот это Да Вот Это Да Блин Сейчас Опять Увлекательное Путешествие На лодке Блин Будет Может Ночью Да Не подождаю Сейчас К сожалению Репорт Да Блай Привет Да Ничего А Кого Вышел Чужака Пионера Тоймает Ну А Чего Он Что А Кажется Кажется Мне Ну Конечно Блин Плыви Артемка Блин Нереально Нереально Вон Туда Надо Ой Да Давай Застрянь Хорош Греби Вась За что Он Там За что Ты Там Зацепился Господи Господи Ой Привет Марик Ахимера А на лодке Ты куда будешь Плыть в порт В порт Определенно В порт Короче В В лагере Чуть ниже Скалы Можно дождаться Ночи Не спойлер Но это Не спойлер Если написал Не спойлер То Это значит Не спойлер Не ребят Я попытаюсь Все таки Что то Слишком быстро Сейчас по мне Начали стрелять На этот раз Нашего убили Что Нашего убили В кого Вы там Стреляете В кого Вы там Стреляете Эй Лучше Потому что Стреляли Поворачивай Поворачивай Ну и Понеслась Так Я думал Выдержу Пульку Одну Думал Хилку Какой классный момент С лодки вообще стрелять нельзя? Да нет Блин, а после таких моментов хочется вырезать Просто всех в лагере и все Ну серьезно Уж реально попробовать там остановиться Если бы дело было ночью Ты видел после смерти у меня загрузка написано Количество километров, видимо столько вы проехали Я буду их убивать, короче Сразу Сразу сдаюсь по челленджу Лесом идите Со своим челленджем, блин Ненавижу их Работаем Добрый день Ты стенку стреляешь, Вась Ты меня пугаешь Конечно Блин Пришел гады Ребята Нашего убили Нашего убили, сволоки Так Так Блин, где ты? А вон нога, да? Да, вон нога Оооооо-ой О нет Там что-то с прицелом даже один Тихо Колись Блин, аптек нет Аптек нет используем аптеку одну хотя бы сколько мы убили людей кто-нибудь считает двое ой ё-моё и такой такой свет что так ладно этого ранили по крайней мере черта не вижу чик-чик это те двое которые на старте были ну хорошо люблю когда голову них торчат вообще не сидят в кавере голова торчит так ну ребята видит бог я хотел по стелсу блин как же много а как же их много просто много вот вот прям куда ни глянь везде враги вижу коленку но не уверен что блин там еще один меню а я помню за этим деревом там мантил да тихо да вы что так где еще то есть один прямо другой справа где конкретно непонятно я слышу его этот здесь осталось только найти а вон он ну блин что же такой когда же не сдаваться то будут а вон там же еще один блин мне справа стреляют да тихо откуда звук сколько можно гады это вот здесь вот человек а я понял тебя прижал хорошо прижал так что еще вроде бы еще есть люди ну по крайней мере никто не сдается в плен а это значит так как кстати я не могу я же могу еще пушку взять другую вот пожалуйста ха у меня же третьей пушки то не было я мог не вместо а вместе с снайперский приклад что это за оружие вентиль вентиль урон точность это что-то вроде снайперской винтовки да приклад тяжелый ствол оптика x6 мага столько нужно теперь тогда вот например этот пистоль сделать не оптическим а коллиматор поставить какой-нибудь чтобы работать на дистанции молок да да но есть момент который конечно немножко ну вот стелс этот фирменный я просто стелс это не самая сильная моя сторона может показаться конечно что да но нет естественно нет это привязали креветку здорово и видимо на ней упражнялись первое метро 2014 год да метро метро помним так у нас тут юморист вот он ребята и еще стреляет а как ты видишь то ну а понял так хорошо продвигаемся товарищи продвигаемся понятное дело что здесь не всех вот это я понимаю сортир ох и поиграть можно на баяне трех рядочком ох 17-18 ноября начало 18.00 трэш мания с автографом плакатик и тут собственно сортир книга два рулона туалетной бумаги что странно и почему-то баян понимаете человек должен с отличным настроением сюда прийти и сесть и от души от души творчески подойти в общем к процессу дефекации с баяном то всякое веселее посмотрите на еще написано хлеб выдается через окно трэш мания 90 принимает участие группа сам хаин маразматор верую иисус христос агрессор инфектор сплав металла название такие прям трэшовые варфоломеевская ночь эксгуматор и другие гости в связи с болезнью кэри кинга группы слейзер не будет билет продается благодарность филиппового группы феликс бен также президента урок объединения заказанное содействие блин это афиши реальные видим областной дворец культуры профсоюзов луганское рок объединение ух ты он тут тут неплохо они порыбачили смотрите сколько карасей наловили рукомойник тоже такой классный малированный рабочее место содержи в чистоте все подрезал детальки такое впечатление что здесь больше никого не осталось но мне в любом случае нужно открыть эти ворота для того чтобы а представляете сколько по столсу надо было пройти чтобы я же только через ворота могу проплыть соответственно мне надо а это сигнальный костер да типа нет очень странное место для сигнального костра внутри деревянного сооружения как-то это неправильно такая что и что так мне нужно поднять эти ворота поднять ворота скорее всего поднять открыть то есть должен быть какой-то рычаг может туда вот на второй я разобраться нет второго яруса ахаха а вот на рычаг первый раз его в упор не заметил и так ворота открыты и наша задача сесть в лодку причем получается я должен был сначала прийти сюда по столсу открыть ворота потом вернуться на лодочку по такому же видимо столсу самое забавное про керри кинга и группу слайдер там вижу слойер приезжает дк луганской выступает да но скорее все такое замануха ну то есть извините он заболел приехать не может на разогреве у группах иисус христос да попробуем уплыть надеюсь сейчас не постреляет какой-нибудь упырь по мне что-то вроде что всех говорит что была лодка сразу как он вышел можно можно сказать тоже поржем над невнимательностью стримером а чем тебя лодка внизу не устрела где нажимал не знаю не знаю что вы прикапываетесь как бы плыву вообще другое по другому направлению нет нормально плыву сюда вот видимо разворачиваемся тут кажется еще типа можно развернуться на 180 градусов факло привет ну вроде справились не что-то там стреляли о ух ты так спокойно у нас тут радиация кажись пионеры больше похоже на какой-то а не стой под стрелой не стой под тут свеженький труп а кто здесь что это за место такое да ну что атмосфер не ладно забираемся наверх на эту вышечку посмотрим вдруг здесь может быть какая-нибудь кровать верстак или вид откроется по крайней мере какой то если есть лестница то обязательно нужно по ней забраться обязательно и мы сможем сверху спуститься по веревке да собираем пока патроны ножи которые взять нельзя потому что это не тот ножи который мы ищем не спускаемся это тоже выглядит как какой-то заброшенный завод но тут явно кто-то держал оборону прям явно ух ты арбалейтер с каким-то модом ха-ха то ли это прицел то ли это нашлепка это двойной лук компактный мощная блочная система психичность скорость болтов урон возрастает точность чуть-чуть проседает кстати всему только начал да нет мы уже где-то с часик играем так и как мне отсюда спуститься так чтобы не убиться то ведь я могу эти здесь как бы я должен был а вот она лесенка да можно посмотреть в чате есть команды например воскресательный знак апп который позволяет вам узнать сколько идет трансляция по этой штуке взрываются противогаз пора надевать чертовы змеи не менее чертова радиация глаза вити не сразу привыкают к ну явно нужно на лифте наверх просто я думал что имеет смысл осмотреться вон тем не бензина еще не было когда я когда я познакомился с полей так тут леса но смысле не леса этот сруб какой-то леса это другое леса это зверь правильно правильно элис какие еще есть команды сейчас тебе элис расскажет есть команда инфона на только у админов а то есть мы должны в любом случае запитать пупсик 21 привет так а чтобы запитать нам нужно на этот двигатель никак не подействовать может стать куда провод ведет вокруг кто-то бегает слышали он провод ведет направо и налево и наверх и сюда и сюда ее мое кто-то у нас адмирал я понял естественно все проверяют инфо как бы не верят бобру да хватит сейчас я хочу просто сам проверить инфо работает еще или нет да ладно убрали команду а чёрт это лет не не польза как дырак тоже да ну есть в жух команда воскресательный знак в жух далее давайте поехали в жух работаем делитесь рекордами как-то не очень у вас прав нет были на из-за того что из-за того что я типа не записался не забрался наверх так только не говорит что и в жух не работает и снова не работает так у кого сработал в жух скажите кто уже играет работает а хорош работает ну все ставим рекорды делимся скриншотами удачи работать я играю держи в курсе симба соберу этом утецки попроскал в жух работает стрим теперь не нужен вот это вот эта тема это тема за топ-1 сколько гг-шек миллионы гг-шек миллионы в жух пишет что не получается блин вы не так пишите в жух по-русски в жух восклицательный знак и в жух или слэш в жух я не помню как точно правда ну вы да и вообще ну вы вывод такие нубасы короче так мне нужно все таким у как короче друзья есть проблема она заключается в том что непонятно куда идти сейчас от креветки повсюду повыскакивают так адмирал на корабле в общем на этом командует я просто хотел бы сначала мод за по собрать который в тот раз видел она не закрывается ты уже сдался что ли слабака фу таким быть фу-фу-фу груд я знаю конечно ты молод но нельзя же так просто сдаваться хотя бы двадцатку набей хотя хотя бы двадцатку так увеличенный магазин магаз на 6 болтов о взяли болтов взрывоопасных так мы сюда можно пройти но провода-то ведут другое место просто шорткат но были они здесь уже какого лешего 11 гиппогриф 11 ну неплохо но давай хотя бы двадцатку хотя бы двадцатку да блин хватит стрелять слышите блин там еще они вот и сюда ведет вот здесь у нас должна быть тема с генератором надо поменять фильтр ищем 20 секунд фильтр вы издеваетесь нет 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 краб тихо вот что я не справляюсь с ними здоровый просто понимаете мясо краба да сейчас еще фильтры делать черт ой сейчас сдохнем просто от ну фильтр меня и так ну и где где включить то алё короче друзья это это залет вот она идет сюда 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 и гг а ну вот да гг что я вообще невнимательный пошла жара возвращаемся по фасту срежем сейчас и фильтр заканчивается все я уже сдохну час а и вот уже понеслась нет фильтр больше давай живи миш о-о-о-о о-о-о-о Чувствую, что сейчас с NPC мы встретимся. Что с собака? Ну чё, открывайте. С ноги так, на-на. Вежливость, товарищи. Давайте посмотрим. Погоди, ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберёт? Сегодня и завтра другие. Я правильно говорю, Сеня. Сеня. Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Ах, хорош. Вы мне так всё залижете. Тут все свои. Так, о чём это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я по стол спрошу. Я прав? Нет. Молчи, не отвечай. Так всё понятно. Ну, туда им и дорога ссыкунам. Он-то ненормальный. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. Как тебе удаётся говорить так голосом? А что? Дело. У тебя птица говорящая, ты в курсе? Садись, бандит. Чаю выпьем. Такого чая ты ещё не пробовал. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, ладно, что садимся. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Да. Ой, тут вообще можно хорошо посидеть. Смотрите, можем закурить, во-первых. Да. Стараемся, адмирал. Вот он весело живёт. Хорошо, устроили балагар. Орёте, как водяные в полнолуние. Совсем гостя не уважаете. Слово сказать не даёте. Угу. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Ну, давай. Я тоже выпью. У меня есть такая опция. На В. Жмём. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Пясток, пясток. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Здоровее не бывает. А ворон реально разговаривает. А ты молодец, что зашёл. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Забывать на столе. Эй. Не трогай его. Олень. Или баран. Все помнят. Все помнят. Все помнят. А он, гад, забыл. Хм. Остальные ссыкуны сухопутные. У нас две восьмёрки трифовые. За них насмерть стоит. И три валета. Червовых. Учитель неправ. Не защищаться надо, а нападать. Кричали, а? Хм. 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 Не в последний. Опасно. Ой, учитель с девчонками передал? Чтобы уходили. Понятно. С водянами воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно. А с водяных чего взять? А что, они всю долину сожрут, если мы не защитим? Так кому какое дело? Крысы они, вот они кто. Крысы. Сухопутные крысы Блин, ворону так жалко Раньше надо было учителя слушать Ты не против, я поиграю? Таим крысам все равно кого слушать Не, 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 не такой возможности Хоть учитель, хоть девчонок Главное трусость свою оправдать Так, ну что? Тут весело, конечно, у тебя Ничего не скажешь Но мне бы Понять, куда дальше Поддержать Говорит, досиди Ладно, хорошо Ну, продолжаем Сейчас еще Чику Вот так и удрали все Ссыкуные Даже пионеры и те Храбрее были Людка их на плотину повела Людка? Через тоннели собирались За водохранилища выбраться Романтики, чтоб их Не знаю, выбрались куда или нет Но точно радиации не боялись Не то, что те ссыкуны Но сейчас-то у них Из храбрых Одна Олька осталась Она К нам частенько заходила Да и на совете Ссыкунам этим разгон давала Интересно, мы на совету попадем Она к нам Это к тебе она заходила Ага, сейчас Ко мне Хотя, если б не ранение Я б солькой всю долину перевернул А теперь Зачем я ей нужен в коляске? Что? О, хорошо Медаль, рекорд текущий Двадцатку, молодец Бабу на корабле К беде Мы же с тобой остались Да Парни мои остались Хотя, понятно Пришлось уговаривать Чего глаза потупили Стыдно Хотели же смейться Бросить старого друга Хотели, а? Да, он ненормальный О, гитара Эй, алло, поаккуратней с гитарой В смысле, ненормальный Аккуратней Что ты взял? Ну что за руки-крюки Аккуратней Это же инструмент Так точно Инструмент Да что с тобой такое сегодня Вот как отправлю сейчас палубу драить Прости, адмирал Прости, прости Ладно, прощаю Ты бы сыграл что-то, а? То роняешь гитару, роняешь Давай нашу Любимую Дакфакс Давай Есть наш Любимый адмирал Кругом одни крысы Сухопутные крысы Да, я вот подумал А не закурить ли нам? Считаю закурить Ну что, играем, друзья Не снимай перчатки Ух, хорошо Крепкий какой Универсальная штука этот чай И заварить И закурить От жара От пожара От домашнего расстройства Аромат, конечно, на любителя Но мне нравится А ребята мои уже привыкли И жалуются Не то что раньше Да Очень хорошо сидим Да, лекарства Хорошие, хорошие Ну вначале были такие Расстраивали Этот вообще товарищ колорит Только в сон от него клонит Да Ты, бандит Вот чего Оставайся С нами весело И поговорим по душам И выпьем И закусим Банку тебе выделим А я отдохну пока Ждемну немного Чуть-чуть Совсем Он умирает? Нет, не умирает Он Он так живет Что, наверное Ну это выбор каждого Не, ну хотя чего Нормально живет Нормально живет Так, это у нас карта Тупичок И мир он так реально Посапывает Что-то ему снится Тревожный какой-то сон А его друзья Какие-то Неживые Фух Я эту лестницу Пятнадцать минут Говорит, искал А вон ту Пятнадцать минут Искать лестницу Ну если бы ты не сказал про лестницу, я бы ее Так, а как туда забраться? Надо же ее скинуть, правильно? Наверх как-то забраться Может быть на крыше забраться С нее уже, ну типа вот так вот Потом вот так вот Из крыш Убей его, за что? У мужика вообще трагедия А, это бутафорская штука, да? Не, мне кажется там надо с места С места лестнику как-то бахать Потому что все Внутри можно было клесть Да можно, но она типа Ее развернуть нужно А для того, чтобы ее развернуть нужно Сверху оказаться Ну по крайней мере прошло весенком и так Может быть сюда как-то Иван у нее тут В крови все Жуть Кто подскажет, пожалеет Говорит Так, ну хорошо, значит Во-первых, можно попробовать Можно попробовать Ну так, чисто-чисто тест Кто подскажет Кто подскажет, пожалеет Ну, пробуем забраться Забраться Очень странное место Прикольно Крепкий сон Да там чаевчик, видимо, какой-то Особенный Вот так вот Странно Я проходил мимо этой штуки Мимо этой веревочки Но Она не резалась Где-то в середине То есть Так же, как с веревкой для спуска Ты можешь спуститься В определенный момент То есть, когда появляется Эта кнопочка Артем, Артем Что? Там меня вызывают Кажется, ребят Продвигаемся понемногу Вот Красиво Ага Как вообще он держится Здесь А, ну, хотя Можно понять Да Там задних колес По крайней мере С одной стороны Нет На этих На металлических Дисках Уже Еле держится Ладно, у меня путь Только в одну сторону Судя по всему Что? А вон где Огромный какой А? Деревья гнет Просто Danger, stop Приехали, кажись Огромное количество Пауканов Давай-ка Зарядим фонарик Соранее Оооо Наши замечательные твари Пауки, которых надо фонариками гонять Так, а я без верстака не могу себе поставить фонарик рейджиный, да? Жалко Там, помните, был мод на фонарик на мощный и вот аккурат под этих тварей было бы неплохо и нужно дожигать сейчас для этого желательно бы еще парочку аптек сделать просто для того чтобы а мне больше не к сожалению под аптеки нет ничем больше последний сделал и всем еще начнется ё-моё да ладно нет у меня же фильтров нет ё-моё у меня же вообще фильтров нет че здесь я умру что ли прям радиоактивненько ай тут не работают аномалия какая-то не работает фонарь че ну вас к чёрту а тут заработал ах вы твари это гг не-не-не это нормально я пробежал хорошо зажигалка была потому что вот это вот у меня за спиной явно было огромное количество просто пауков которые по следам шли но и паутина бы меня задержала если бы не за блин блин надо в угол сразу становиться сейчас тоже паутинка мне очень очень а они стреляют в этом месте как видите в этом месте как вы видите сейф прошел я помню приблизительно куда бежать как вы видите здесь особо да только я сейчас уперся в стену о эти штуки надо было конечно подбирать по походу пьес так и что мне делать то с этими может тоже не пытаться их засветить потому что со здоровьем беда их там реально очень много надо обижать эту дверь врубить зажигалку сразу да что ж вы делаете стои роды как же вас много да е е е блин еще стреляет пыри да не у меня хила нет вообще никакого поэтому я пытаюсь свалить так что это у нас тут класс теперь по проводам надо возвращаться потому что потому что я оставил где-то внизу можно сжечь эту спасибо я понимаю что по проводам надо вот они идут ну вот сюда типа надо это она канистра вот мы эти поберем и она пустая ха 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 ой давай еще канистру искачет окей ну на всякий случай проверим а вдруг тут есть топливо а канистру не надо да да но уровень топлива к сожалению на нуле дело за малым чем осталось найти маленькую канистрочку здесь демоныкс привет я пришел отсюда вот оттуда гадость так ладно ищем странно я вроде не всех этих пауков раз разоплотнил так хорошо вряд ли мне понадобится ну типа возвращаться в прошлый лог потому что ну это было бы слишком сурово это может быть и возможно я тоже там пробежал вообще мимо да нет туда вроде как даже не не туда можно вернуться нет нет не знаком демоныкс возвращаюсь ты очень внимательно говорит факул блин ладно видимо зря сзади я не не увидел канистры один помощник говорит банит за спойлера другой помощник другой помощник подсказывает ладно хорошо если он говорит что я очень внимательно значит я пробегал место с канистры здесь канистра пустая понятное дело больше канистра здесь не вижу этот не открывается все я смотрю ты хорошую или плохую проходишь в смысле хорошую или плохую как я смотрю жаловать обоих блин да я не вижу я тут проходил в который раз я не вижу эту канистру быть она не ладно владимир ты сейчас привет миш ты этого не здесь на меня иногда поручишь это так мастер свою я я и не помню о чем о чем речь и вообще быстро а вот канистра больк-больк-больк а если ты что-то не увидел это ведь не спойлер спойлер как заранее говорят вообще более на 5 они там а новые на пробую просто движать заливаю о 27 keep the change хорошо вот товарищ время не терял где-то минут 40 назад была вкинута информация по поводу вжуха кстати эта тема была сделана два года назад на новый год свежачок вот и он как бы все он задался целью понял принцип и пошел работать над собой понимаете респект таким пацанам 20 метров не при там конечно много можно на это самое нафармливать да ясно это еще не все да снова паутина быть она не ладно давайте посмотрим что за дневник окровавленное письмо дрезины наверху не оказалось почему мы вообще решили что она там понятно мародеры на не приехали но должен же был кто-то остаться охранять вот он ее и увел обратно когда понял что остальные не вернуться и мы тоже теперь не вернемся пока шли туда пауки только по углам шуршали когда обратно двинулись столь стоило только в ворота закрыть хотя все равно нам крышка ромыч бы не простил людка бы его понятно уговорил на ее самок то уговорит пешком потопала ненормально хотя она как раз может и дойти пора пауки уже близко прощайте ребята до что я вам тоже хотел бы сказать прощайте ребята потом ой верстак хочется вот это вот фонарик сделаем такой мощный который прям прожигает так давай где он у меня там вот он фонарь повышенной яркости замена лампы накаливания на дуковую газоразрядную металлогалогенную лампу главное преимущество мощный луч света главный достаток высокой потребления энергии работы по пушкам сразу бы заменил ненужные снайперского штуку я не могу и менять на этом на этом этапе а так темы интересные блин чистка дорог дорого обошлась мне к сожалению вентилем вот он ламп ламп вот он потому что ламп мужик о как светит ё-моё вы посмотрите вы посмотрите светло как днем как же она сжечь то будет ручки ползают но я уже привык краска моется так стоп а это был довольно такой тяжелый в жух погодить я имею ввиду громкий звук был громкий звук в скобочках тяжелый в жух волон вейк не играл играл вы вроде волон вей вы не играл волон вейка вроде играли примере стрима точно смотрел собираемся как у тебя коротко спрашиваю очень блин вовремя фонарь поставил мощный как раз под под выход наружу и где же мы окажемся куда ладно алёша алёша а я фонарь поставил новая их понимаю в общем тема тут все не так просто оказывается так давай сюда покажу пойдем лёх ты говорят в шахматы начал играть ничего себе пошли и пошли пойдем а то есть прям здесь за плотиной черти сколько тонн отравленного ила живу и очень скоро этой долине крышка плотина еле держится глянь свой бинокль если мне не веришь да ладно ну нельзя нам здесь оставаться никому нельзя ладно канатку видишь детишки эти построили пока дрянь это не так просачивалась нам туда старик говорит аврора скоро будет на дамбе так что берем ноги в руки я чё так гоню кажется на авроре не все в порядке похоже у они дела плохие и скоро мы узнаем насколько двигаем орден алёша алёша проинформирую как на машине года фор да никак эгоиста чего года фору есть я поставил кстати прибегал сын сестры жены как это доверный племянник получается и ему поставил тут годов вор на плазме он вообще по компьютерным играм не алёшка представляете человек там семи лет где-то вот у них дома приставки нет как компьютер есть но компьютер используется для других целей и тут и тут ему там на там на плой очки hdr там плазма где-то ну дюймов там нормально 50 не знаю ну большой короче экран я ему даю джойстик он никогда джойстик не не держал в руках но он разбирается быстро сразу там какие кнопки жать штуку l3 l2 r2 все там крестики треугольники я поставил минимальный уровень сложности мы там про прошли вместе не знаю с полчасика по игральню все время челюсть была вниз я смотрю да щегол сколько тебе еще предстоит всего узнать компьютерных играх все ну я посеял короче это зерно потому что он уходил с мыслями о годов воре он уже там все бабушки пересказал как мы как мы тёщи конечно тоже наверняка она поразилась потому что если вы помните в самом начале годов вор такой суровый отец который который реально страшный маму мы хороним тут же путем сжигания он все это пересказывал ой это было классно она на нее так подействовала что еще и проводила и вот знаешь в первый раз со мной такое не хотелось прощаться позвал с нами не могу своих бросить до так тут вообще находок много разных незаконченное письмо все зря зря мы ушли остались бы с ромычем тогда была бы надежда что там заплатены настоящая жизнь и ребята были бы живы теперь я знаю что там море бесконечное море радиоактивной дряни вся мерзость этого гнилого мира собралась чтобы смыть крошечный уголок который столько лет был нашей вселенной дамба долго не простоит водохранилище было гораздо меньше а сейчас я шла неделю а ему конца края нет если вы нашли эту записку сообщите ребятам там в долине хотя может и не стоит все равно деваться отсюда некуда все кончается как бензин в моей лампе не хочу чтобы пауки как-то глупо все вышло алекс прости фэнтезис торм ну я прыгну я прочитал и проигнорил потому что мы фэфа последнее время играем также часто как в паб джинь вот у тебя формулировка была такая типа привет вечером ждать фэфа или опять пупок оооо да я тоже как бы уже успел струхнуть опа а вот и миг медведи видимо на сейчас ай привет добрый зло блин чуть с ногой застряли это у меня камень нога застряла и сейчас медведь за ним ну да куда жать а может он добрый ой молотова как выбираться медведь горит альты в четыре жми ой-ой-ой-ой-ой ох темыч не на ту сторону ты залез Там медведь горит И церковь врушится прям Что р-р-р-р Ёпырыс это Так, хорошо, ищем Ищем, куда можно пройти Вижу, можно покрутить Ага, покрути Домик какой-то Ушатывается моментально Ну, конечно Мы же в проход не можем зайти Так, аптеки у меня нет Мне это место не нравится Но там реально А, вот Там есть Ай Там есть возможность цепануться И на этой проехаться Да, тут непонятно с какой стороны Подходить Ну, там Лебедочка, да, что-то в этом роде Сказать на второй уровень Пойдем, таки голубь к мяснику Кстати, да Это похоже Чем-то Короче, точно нужно отсюда Так же сваливать Точно на этой веревочке Но черт его знает откуда Видимо Отсюда как-то Ну, слышь, пес Хватит Я застрял Ах ты, тварь-то Как он достал меня Вообще Да Короче Ну, может, и мертвую зону нашел Да, я надеялся на эту На эту зону Может, подстался можно Мне кажется, он что-то знает О моем стелсе Командиры, к чему, срочно прибыть в оперативный зал Повторяю Командиры, к чему, срочно прибыть в оперативный зал У нас важные новости 200 рублей Спасибо большое Я еще раз попробую допрыгнуть Потому что О Блин, да хватит у меня Нет Давай налево Короче Мы можем сделать что? Можем встать напротив Может быть, он должен снести эту хрень И тогда мы должны пройти Ну, не знаю я Не знаю То есть, в прошлый раз Нам с ним не удалось справиться Что, может, не было не бегать Где-то залезть, да? Что, что, что? Что? А где веб-камера? Веб-камера на мониторе находится сейчас О, я что-то не заметил его Блин, что-то не нравится мне это Давай, пробивай Он не пробивает ничего Привет, зайка Зайка Ну, блин, ну точно лебедка Ну, что они от меня хотят-то? Да, хватит у меня уже футболить Ну, я понял, что Что не прав Да нет, нет, нет О, о, о Короче, идите к черту Блин, если посмотреть по карте Где-то в районе Конфеттизу И зайдай магу больше Да, я думаю Может быть, его вообще Это самое Убить просто Взять, убить Наконец Косматес на косарик Не бухали бы Как Бы Как и я Так сразу Шатали бы монстры Я не знаю У меня патронов не хватит Скорее всего Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик Чик-чик-чик Так, ну На этом наши патроны Все Как бы закончились Ой, Молотова Да что Погоди-то Ну дай Хилки нет Давай Молотова Это не Молотов А как поставить Молотов Блин, я не знаю Хитерсон Надо брать Да уж Так, там как Какой-то ходкейс На выбор Ага, вот он Опять Молотова Ну где ты Тварь О О Нашел Бобер Молотова Кинул его И сгорел Нет Единственное На что намекает Это то, что Его можно Жечь Жечь Потому что Он боится огня И мне тут Как раз Приберегли Коктейль Молотова Понимаете У меня В принципе Четыре Вообще Изи Показываю Раз И он горит Блин Что-то он горит Но ему нормально Все Бегает И горит Еще один Да Кажется Мы Хорошо Во-во-во Михаил Я жду Когда потухнет Потому что Когда он Тухнет Значит Значит Новый Молот Его можно Кидать Да не Ари Это Ну В конце Концов Не увидел Я его Чардж Извините Зато он Пока горит Занят Может ручку Покрутить Да я подходил К этой ручке На нее Нельзя Воздействовать Может быть Смолу Огненную Намазать Можно Сейчас Разберемся Так Ну Хорошо Я в принципе Готов Добрый День Зачем Я это Делаю Просто Чик Чик Блин Опять Потух Ой Нет Я изгорел И он В процессе Еще Разодрал Серия Первая К земле Несется метеорит Бригада Бравых Астронавтов Летит к нему И устанавливает Ядерную бомбу Серия Два К земле Летит метеорит Ядерной бомбой С медведем И молотым Та же песня Хватит Говорит Мышку мучить Убейте его уже А Убить его надо Блин Ребят Я не знал Ножик ему Блин Опять за 25 Нано Ножик ему Ой, еще молотого здесь. Тут же запасимся. Деревья валят. Михалыч, ты что, ну? Успокойся уже. Сколько можно гореть? Это скрипт, кажется. Да ладно. Да ладно. Да, это скрипт. Изи, просто изи. Лебедочка. Граф Дигарит, стреляешь в глаз, пока не... Ооо, Шемидар. Шекиро! Шадоу, дайс, драйс. Что я не знаю? У меня вообще-то босс вспомнился какой-то. Есть секиры, это был. Продолжение игры. Да. Ну давай, Тёма, помоги. Нужно канадку подтянуть. Да, теперь она заработала, смотри. Разрабы молодцы, они... Земля стояли необходимым минимум, чтобы его убить. Метку могло, пришел с налевыми ножами. Да, это нормальный тем. Оля, это Артём, мой друг. Он тоже хороший. Убийца твой друг. А, что? Артём, да ты чёрт. Они же обманщики. Чёрт. Ой, плохая концовка, ребят. Вот, зачем постался, надо было лагерь проходить. Артём, к ходу. Ты что, правда их убивал? Зачем? Они же как дети малые. В смысле, как дети малые? Ох, и его ранили ещё. Да ладно. Блин. Чёрт. Всё плохо. Нужно спешить. Времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. А теперь ещё и Алёша ранен. Идём. Да что значит, зачем? Я пробовал там, поставился, но реально там долго. Они меня видели, я пытался на лодке свалить. Но там нужно было не на лодке, там нужно было... Пока Аврора шла вдоль отравленного моря. Следующая глава. Вот так вот. Мы ведь верили, что вернёмся. Теперь, увидев зависший на долине и дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша, до сих пор не начавший ходить после тяжёлого ранения, изводит себя тревогой, ведь там осталась Оля. Оля. А он ей даже не... Не сказал что-то важное. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня. Пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Короче, вы понимаете, да? Вы понимаете. Вот наша. Сейчас кашлять опять будет. По столице скучают. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Блин, видок у неё, конечно, уже не очень. Все эти реки, горы, пустыни, это всё не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасёшь. Правда? Блин. Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть поступает много. Ох, санитария вообще никакая. Она только что иглой-то на столе... Да, Косматос, она немножко подбреживает так, слегонца уже такое. У неё мысли о вечном пойдут. Это не к добру. Идём, братка. Там мой разговор есть. Крест самый колоритный по озвучке просто. Ты идти тоже, потягивайся. Ты идти тоже. Ты идти тоже. Пустишь Кюрс так, а? Что там, тестирует какую-то пушку? Реально какую-то пушку тестят. Хотя, может, понимать, кто же с катушечкой. Никто. Что такое? А чего же ты плачешь? Чего ж ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Вот, кашляли меня. Друг, как у тети Ани. Да что, доняштенька. Ты ведь газом не дышала. Это просто простуда. Это мы мигом вылечим. А тетю Аню? И ее вылечим. Лекарство найдем, и она сразу пойдет на поправку. Правда? Честное слово, так что не волнуйся. Ну что, как? Кто такой гармаш? Хорошо, не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. Так и есть, Настя. Да. Так и есть. Актер, может, какой-то. Аня Сильная. Оля, это Алеша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Да. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить. Как можно скорее. Как минимум, пока не начались дожди. Плотина еле держится. Да зачем без мастера на месяц? Он рвет, всю долину смоет, а что останется, превратится в мертвые земли. Так что уходите завтра же, а лучше вчера. Актер, ты не можешь его не узнать. Договорись с остальными девчонками и поставьте вопрос на совете. Тогда даже пираты никуда не денутся. Можно просто фотографию его в чатик? Только ссылочка такую на джипег, чтобы сразу она отобразилась. Привет, еще раз доброе зло. Здоровались мы. Так, снимем к Новосибирскому. Так, а что здесь? Данное возражение показано зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие запредельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает. Данное Сибирске еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиации. Или что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-моему. Так ведь? Мы все пойдем. Товарищ полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. А, доброе зло – настоящий один-другой подделка. Не, настоящий фиолетовый, естественно. Потому что у него есть ГГ+, а ты типичный синевик. Обсуждать тут нечего. Это не задание Ордена. Это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны... Внучок, я понял теперь о ком. Второе – мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Да. Ну и третье – куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказал? Напомни им, а я... На хренье в городе большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к семье. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Я сам. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было в аптеке и больнице грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Да. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать. Только два. Видишь? Как раз на нас с Артемом. Против судьбы и не попряж. Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у дурмака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Я по костюмам к Новому году не успеваем. Отлично. Мофы. Жизненно очень. Жизненно. Лучше, чем ничего. Не волнуйся. Да, надо посмотреть. Доброе зло, доброе зло. У кого айдишник меньше, тот и круче. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Ну, понятно. А, доброе зло, тупо. Ну, отлично. Можно даже забанить синевика. За плагиат. Такой риск. Сколько в Горзейских путевых бригадах народа от облучения погибло. А в Москве ведь, похоже, близко. Такой радиации не было. Да, их эти риска ни по что не проймешь, сам знаешь. Лучше про музей это расскажи, откуда знаешь про него. Я же пока в метро работал, не интересовался. У нас под Москвой экспериментальный полигон есть, железнодорожный. Техники там скопилось уйма. Вот музея организовать и решили. А место нашли в Новосибирске. У-у-у-у. Ведь тебе не ближний свет. Да, не ближний. Но перегнали все потихоньку. Как я умею. Смотрит на меня как на дурака. И лет за 15 до войны открыли музей. Ясно. А снегоочиститель это и там точно есть? Точно. Его как раз от нас перегоняли. Знаменитый образец. Тебе понравится? Это и наверняка. Ну, пойду я. Может, ТТшнику позабить надо. Эээ. Что-то так... Только... И что... Эээ. И я все же думал, когда она будет расвязь. Эээ. Что... Как... Как... Куд... А, шу. Магия. Эээ. Я... Подудеть еще раз, Кузя. Там челлендж создал. Так, сейчас верстачок и не забыть подудеть еще раз. Во-первых, я бы поменял что-то на что-то. Я бы взял, по крайней мере... Один. Вообще, от арбалета можно избавиться, наверное. А-а-а. То есть, это... Либо... Либо мы тихаря берем. Нет, давайте тихаря возьмем. Старый добрый. Автоподкачка. Хотя, блин, этот арбалет-то, он тоже хорош весьма. Да, давай возьмем Хельсинг. Тем более, пневматический взвод, скорострельность повышается. Ох, повышенные емкости магазинчик. Ничего себе. Небольшое пятно. Так, давайте ночное видение тогда. И прибор ночного видения на него. Нам дали, кстати, довольно приличное количество ресурсов. Я бы взял дробаш. Автоматический. Это у нас убойник, да, насколько я помню? Точно скорострельный дробовик. Подудеть дохару... А, косматос увеличил. Сейчас, ребята, сейчас подудим, подудим. Как никогда не дуделим. Дальше мы бахаем удлиненный ствол. Открытую коллиматорку. Магазин расширенный. И... Так вот. Ну и в качестве третьего оружия, под большим вопросом на самом деле, что можно взять. У нас есть хорошее оружие на стелс. У нас есть хороший ближний бой. И, наверное, что-то все-таки нужно с четверкой оставить. Давай возьмем убойник. А, нет, не убойник, а вентиль. Или не вентиль. Так, а шот-ваншот не... Может, гатлинга возьмем просто? Просто берем гатлинга и улыбаемся. Хотя у него модов никаких нет. Автомат, да... Да я думал автомат, но... Тебе тут 35к хотят за XCOM. Добавлю немного, думаю, многие добавят. 35к. Кто у нас там такой смелый? Предлагаю челлендж. Прохождение XCOM Long War. Последняя сложность, без загрузок, кроме багов, на тех же галках, что и предыдущий челлендж. Срок 30... 31 мая? Срок 31 мая 23.59. А, это время. Фух, я хуже думал, что это через дефис. Цена вопроса 35к. Принимаешь? Блин. 31 мая. Март, апрель. Вообще изи. Два месяца в XCOM играть. Ой, ёпы, это хороший этот... Это челлендж. Это челлендж. Что там, когда вы уже уберете лишние карты из списка выбора плат? Косматос. Да, вот, хорошая тема, надо... Соколик еще здесь. 31 мая. То есть, ладно, стримфест апрель. Апрель, май. У меня будет месяц. У меня будет месяц. Месяц. С небольшим. На прохождение. Ай-яй-яй-яй. Максимум месяц. Максимум месяц. Блин. Сегодня дам ответ. Не осилишь же. Прошлый трай 72 попытки по 8-10 часов. Там было несколько трайв. Там было большое количество трайв. Ты тупо не успеешь. Но вообще, да, там нужно где-то 2 недели играть нон-стоп. Увеличить срок на месяц. Да, давайте, если товарищ примет до... Логика какая. Сейчас середина апреля. Причем конец этого месяца вылетает, потому что мы на... В конце последней недели, там с четверка, пятница, суббота, воскресенье уезжаем на стримфест. И там будет, конечно, не до стримов, это точно выпадет. Вот. По сути, у меня остается месяц небольшим для того, чтобы пройти лонгворс со стартом. И даже если мы Аньку выполняем, все делаем четко, то нужно порядка двух недель с учетом трансляции часов по 6 каждый день, чтобы пройти игру, зная, как ее проходить. То есть это срок не для меня, а это срок для людей, ну, типа слона или фотоса, или тех людей, которые уже ее проходили. То есть парочка недель. Вот. Учитывая то, что у меня, скорее всего, с первого трая опять не получится. Мне нужно времени больше. Ну, то есть я просто реально оцениваю свой шанс. Поэтому, думаю, надо все-таки... Ну, по крайней мере, до середины или до конца июня. Давай до 15 июня. Да, я думаю, что до 15 июня норм. Черт. Это же будет дичь просто. Ах. Ну, Икском на самом деле любят. Она просто тяжелая для меня. Но время прошло, я отдохнул. Можно взяться с новыми силами. Черт, пулеметчики на оверах. Гранатометчики. Ах. Штурмы тарелок. Терроры со сканами. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда ты вятаешься? Миша. 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 Ладно. Доктор намбер-ван. Я принимаю бой. Пили челлендж. А вот к нему еще люди приджойнятся. Вы и спецназ. Блин, точно. Мы же и спецназ. Короче, беру калаш. Хрен с ним. Хотя глушитель особо не нужен. Ставим на него стандартную оптику. Все, хватит. Сменяя 50% говорит Космата. С короткой. И, конечно... Ясно. Фух. Ну, все. Может, сегодня и стартанем тогда? Сегодня чел в ролике на ютубе выстрел. Поберел рекорд Секирос. 27 минут видел. Я 28 видел. 29. Что-то в этом роде. То есть я представляю, как там... Что там происходит. Но... Новые скипы... Ну... Ладно. Поехали дальше, друзья. Поехали дальше. Подудеть! А-а-а! Черт! Нет! Провалю! Минус косарь! Я просто отказываюсь от челленджа. Я не успел его принять. Блин, не подудел. Ой, дебил. Они пока держатся. Она верит в меня. Мертвый город. Верит в нас. И верит не зря. Блин, ты такой... Тысячи километров остались позади. Косарь! Косарь! Перед нами Новосибирск. На ровном месте. Я уже в мыслях в первую миссию. Думаю, кого качать. А-а-а! Таится надежда на жизнь. Провал, да. Способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Кузя, расскажи, а тебе денежка сразу сейчас вернулась? Найдем или мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности. Может быть. Я кнопку нажал, ну как? Сейчас сразу вернулось. Мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы... Чтобы... Все. Очень сложный челлендж, да. ЛВ в районе идет. В том-то и дело, что вот эти вот мои ошибки, невнимательность, и она же будет аукаться мне в Лонгворе вообще. Новосибирск. Опа, родной город, говорит Фантастик. Сейчас узнаешь уже, наверное, да? ЖД вокзал. Да ЖД вокзала за соточку. За какую соточку ты что несешь вообще? Да. Мне сегодня вернулось сразу челлендж остался. Да. Ага. Написали разблокированный 500, смс пришла с банка. Отлично. Ой, как красиво. И это вот в заставке был снег. Снег, снег, снег. Луна. Станция Новосибирска, главный у нас. Ага. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Блин, такая холодрыга. Сумасшедших, похоже, не будет. Не будет. Дома все целые. Сэм, что там с радиацией? Восемь разов выше, чем в Москве. И попросту у нас все, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Господи, у меня фильтр бахнуть бы. Тут явно с радиацией будут проблемы. Ну что, готов, Артем? Нет. Мне нужен наверстак. 12 секунд на этом написано. Давай за мной. Давай за мной. Давай. Ну вот, понеслась, слышите? Я прямо сейчас здесь сдохну. Просто здесь сдохну. А можно мне зайти внутрь, пожалуйста? Ого. Боже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем напролом. Пройдемся по плану еще раз. Так. Аврору уведем на юг. На грузовую станцию Сибирская. Так. Я на вашей карте отметил. Кто в Новосибире, подтверждайте данные. Мы с крестом и с Эмом отправляемся в корпус института. Выходим в городок. Есть? По пути заедем в железную дорогу. Конечно, уже есть. Может, для Авроры что-то найдется. Идем. Мы следим на охране Авроры. Прохождение. Прилетел челлендж X-Chom. Прохождение X-Chom Long War. Последняя сложность. Без загрузок. Кроме багов. На тех же галках, что и предыдущий челлендж. Срок выполнения 15 июня. Прикрепляю челлендж. Принимаю челлендж. Ох, это знаковое событие. Я сегодня начну в X-Chom играть снова. Ну, я долго собирался морально, потому что... Ну, потому что прошлая эпопея была, наверное, месяца на два с половиной-три. Все это вылилось в 72 части самых... Ну, мне очень понравилось. То есть, X-Chom, несмотря на то, что трансляция была запредельное количество, количество зрителей не уменьшалось. А под конец увеличилось. Последние там 10-20 трансляций было там стабильно за тысячу только на ггшном плеере. Но X-Chom высасывает из тебя силы, блин. Он тебя унижает. Одна миссия может стоить тебе всего. И я хотел вернуться к Лонгвору тогда, когда... Ну, буду готов. Ох, пошли! Челлендж докидывает. Спасибо, Дафт, БПН, Твайлайт Дрэгон. Да, большая эпопея. Короче, минус Майкер на три месяца. Слушай, ну кто-то должен защищать землю. Блин, танчики надо еще использовать. Вы помните, как нас там Валерес и Аркадий при... При это самое... В внучок еще 5к закинул. Вы психи. Трогательный момент. Да. Почти. Я думаю, что сейчас мы, собственно, и переключимся. Сейчас будет пауза минут в 10. Ну, в три часа поиграли. Главу за... Пост принял, Мишка. Мишка. Счастливо. Счастливо, Настя. Давай уже ливай гоу X-Chom. Да, поехали. Время не ждет. Спасибо, друзья, за то, что смотрели метро. Я не знаю, что у нас сейчас по... Ну, метро, судя по всему, осталось там одна-две главы. То есть еще на одну-две трансляции как раз в перерывах-то можно будет проходить. Я, пожалуй, первое, что сделаю сейчас, это удалю PUBG. Игра большая, качаться ей долго. Просто удалил PUBG. Вот. Чтобы установка... Нет, не надо вообще. Просто удалили мы ее уже. Ну, и дальше я вернусь к вам через 5-10 минут уже с вебочкой. И мы стартанем, вы не поверите, первой миссии в X-Chom. Вот. Мочкануй себе чайка или кофейка, потому что... А, и сокола из друзей надо в стиме удалить реально, потому что он же будет постоянно писать, go X-Chom. Как его заигнорить? Сокол. Обмен. Управление. Я управляю. Добавить черный список. Готово. Вы уверены, что хотите добавить сокол в черный список? Вы не можете писать друг друга, не будете получать оповещение о сообщении. Да, добавить черный список. Готово. Так, не будете писать, говорит сокол. Так, и надо в чате его тоже в игнор-лист добавили. Так, все, режем. Режем все контакты с этим неадекватным миром. Повторюсь, вернусь через 5-10 минут. Чайок, вебка и X-Chom. Ееееее.